Всем привет! Сегодня я иду к своему врачу на прием. Последний раз я была месяц назад, тогда было 12 недель, сейчас уже 16 неделя. Так что сегодня, возможно, мне даже скажут, точнее напишут на листочке колл нашего будущего малыша. Я очень жду в предупреждении и также расскажу к врачу о своих проблемах. В одном здании находится абсолютно все. Гинекология, детская поликлиника, также черепон, место для восстановления послеродов. Все очень удобно. У меня уже взяли анализ крови, я измерила давление, вес и сейчас жду свою очередь на прием к врачу. Хочу с ним поговорить о том, что меня в последнее время беспокоит, и это и сейчас. Получила витамины от врача бесплатно. Все по связям. Даже в Корее такое практикуют в электробольнице хорошие знакомые нашего родственников. И мне всегда что-нибудь дают в подарок. В этот раз дали витамины. Сейчас я, скорее всего, куплю бандаж и потом поеду на Дандемон, русский район, к нашему русскому мастеру на ногти. Купила вот такой вот бандаж. Он стоил всего 17000 вон. Это примерно 13 долларов. И я его пока не успела одеть, одену позже. Ну все, я сходила на маникюр. Посмотрите на эти ногти. Они теперь красивые, ухоженные. Я прям налюбоваться на них не могу. Все, теперь я буду сходить с красивым маникюром. Пришла в русское кафе и выбираю, что уж поесть. Весь одной, любой с ими ноготочками. Вот думаю, хочется всего и сразу. А так нельзя. Нужно что-то выбрать. Я тем более одна. Все, что закажу, я точно не съем. Поэтому нужно что-то выбрать. Хочется и сладкое, и блинчики с творогом, и сырники хочется. Ой-ой-ой. А сейчас будет пир на весь мир. Еще десерты есть. Ох. Вкуснятина. Заказала блинчики со сгущенкой, сочник с творогом, чайник черного чая. Мне еще дали комплимент от заведения морковчун. И также заказала гороховый суп. И все это мне обошлось 20000 вон. Ну и последнее место, куда мне нужно зайти. Это клиника корейской медицины. Здесь лечат корейскими традиционными способами. То есть это иглоукалывание. И все в таком духе. Если честно, не особо в этом разбираюсь. Иду всего второй раз за всю свою жизнь. И мне ужасно страшно. Я боюсь иголок. У меня уже вспотели руки. Но мне посоветовал пойти мой гинеколог. Сказал, что это должно помочь убрать боль хотя бы на какое-то время. Так что, пожелайте мне удачи. Здесь не буду делать все манипуляции. Дали мне больничную одежду, чтобы я переоделась. А я представляю себе даже штаны не смогла надеть. Лампу пока что отключили и дали мне довольно-таки тяжелую грелку. И сказали так полежать какое-то время. Самый страшный этап позади. Мне вставили иголки. У меня аж руки вспотели. И не смотрите слабонервные. Вот так вот выглядят иголки. Мне вставили для первого раза самые такие тонюсенькие. И одно место, где у меня высасывают кровь. За лечение я заплатила 11 900 вон. Это примерно 9 долларов. А еще мне в подарок дали такую вот тележку для продуктов. Теперь я буду, как все грейские аджумы. Вы в драмах, скорее всего, видели. Сегодня получила рецепт. И забыла купить, когда покупала бандаж. В другой аптеке не было. Сейчас вот наезжу на аптеку рядом с домом. Возможно, здесь будут продавать. Все-таки есть. Эй-эй-эй. Эй-эй. 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 Мы с детишками уже дома. Вот он, мой помощник номер один. Хотела показать, как выглядит бандаж на мне. Он такой вот довольно широкий и хорошо прям все сдерживает. И мне реально сегодня целый день не походило. Мне реально с ним легче. такое чем величаемое место. У TonyukLEY. Ох. Эй-эй. Эй. Эй-эй. Что-то происходит? Эй. Что-то происходит. Эй-эй. 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 ААУ какая красота, молодец. что прилипло прилипло давай и не дает ему спокойно покушать сына спать пойдем такой мантик такой хорошенький такой призный мужу понравились эти мои ногти сказал что красиво смотрится кто говорил что мой младший сынок спокойно вообще просто ангел а не ребенок теперь вы убедились сами что обычный ребенок который тоже любит поплакать попризничать теперь вы видели все